Всем привет! Скоро Новый год, я сделала себе снежинки. Посмотрите, какие интересные получились. Мне они очень понравились. Решила поделиться с вами. Может быть, знаете, как их делать. Кто не знает, посмотрите, очень легко делаются и довольно-таки красиво, нарядно смотрятся. Такие снежинки можно сделать любого цвета. Можно даже, смотрите, большую и маленькую сделать. Если разного цвета, вот так вот скомбинировать, и будет очень красиво смотреться. Сделала их из простой бумаги. Лист вот такой, формат А4. Но он достаточно такой плотный, поэтому снежинки, они как бы не сильно воздушные. Вот смотрите, вот такую снежинку я сделала из салфетки. Ее неудобно куда-то положить или подвесить. Она, видите, такая слабенькая. Поэтому, думаю, из салфеток, если только на окно закрепить, не знаю. Но это просто или куда-то бросить на поверхность. А вот эти снежинки очень хорошо лепятся. Раз, залепила и держится прекрасно. Вот из этой бумаги. Значит, показываю, как это делается. Нужен лист бумаги и квадрат, чтобы все стороны были равны. Ну, вот я вот обычный листок вот так вот сделаю, чтобы был квадратный. И вот эту часть обрежем. Так, вот так вот удобнее, наверное. Так, обрезаем. О, нарисовала, что стержень, что ли, закончим. Глазочкой обрежем. Эту часть убираем. Затем опять складываем треугольник пополам. Хорошо уголки сгибаем. Прям, чтобы туго было. Затем еще раз пополам. Вот, чтобы вот эти вот, видите, как вот эти вот изгибы были в одну сторону. Так, вот с этой стороны вот так изгибы. И еще раз загибаем. Загибаем вот на эту сторону. Сейчас покажу, чтобы вот так вот было видно все вот эти вот штучки, края. Тоже хорошо его прогладить. Когда загибаешь, очень, ну, ножницами сложновато резать. Отрезаем не вот эту часть, а вот под углом. Вот так. Чтобы снежинки были такие заостренные. Можно круглые сделать. То есть, тоже поэкспериментировать. Как понравится, так и делать. Я вот остренькие делаю уголочки. Так, значит, отрезали вот эту часть. Затем вот так немножко развернем. Уголочки разрежем. Немного, чтобы они пушистые были. Если у вас бумага чуть-чуть тоньше, то будет удобнее разрезать вот так вот. Прямо вот эти вот. Чем тоньше полосочки разрезаем, тем снежинка становится красивее. И нежнее. Вот так режем. Но не дорезая до середины. Вот до этой. Вот эта середина должна быть полностью целая. Не поврежденная. Вот так вот режем все полосочки. Вот у меня, не знаю, очень туго. Я знаете, как приспособилась. Я вот так разворачиваю. Вот эту вот. И начинаю мельчить вот эти полосочки. Очень даже удобно. Раз. И вот сюда. И даже могу закруглить. Можно прямо. А когда закругленные, вот они получаются немножко вот как бы круглые полосочки. Очень красиво. То есть, резать можно как понравится. Поэкспериментировать. Потом уже приспособитесь и сами увидите, как вам красивее получаются снежинки. Видите? Я сейчас режу полукругом. То есть, разворачивать не обязательно, как я развернула, потому что, ну, мне вот тяжело ножницами прорезать бумагу. Она свернута. И поэтому такая упругая и неровно полосочки режутся. А так они потом лохматые. Ну, и пусть они даже чуть-чуть коревые, их незаметно. Зато снежинка пушистая становится. Есть цветная бумага из цветной бумаги тоже. Она чуть-чуть тоньше, чем вот эта вот. Как типа альбомный лист. Она, наверное, такая вот эта бумага, как альбомный лист. Просто это вот как для принтера бумага у меня. Ножницы точила. Все остренькие, но вот все равно режется тяжеловато. Так, одну сторону прорезала. Видите? Такая пушистая. Теперь вот просто переворачиваю, чтобы было удобно резать. Опять же, прорезаю с этой стороны. Ну, опять же, повторюсь, не обязательно с двух сторон. С одной стороны, если вам легко, можно с одной стороны резать. Так что вот такие снежиночки получаются. Довольно-таки красивые, пушистые. Делала другие, но мне другие не понравились. А вот эти самые такие приемлемые, легко делаются и достаточно красиво смотрятся. Я вам покажу, как я их повешала. Повесила. Даже палец уже больно от того, что вот так вот режется туговато. Либо ножницы надо большие какие-то. Не знаю. Ух ты. Ладно, ничего страшного, если где-то что-то подрежется. Они все равно потом будут красивые. Так, ну все. В общем, полосочки я наделала. Теперь вот так вот здесь сверну. И можно тоже сделать такие надрезы, чтобы было красиво. Либо вот под этим углом, либо вот так. То есть без разницы можете делать. Я вот так сделаю в этот раз. Раз. Просто вот так. Еще два. Видите, вот такие вот. Три. Три. Можно еще один сделать. Можно два, можно четыре, три. Как вот, как тоже приспособитесь, посмотрите. Все. Готово. Разворачиваем. Вот. А когда если мелко-мелко, прям, если удастся нарезать вот эти вот полосочки, вообще снежинка такая нежная, пушистая, еще красивее. Но вот бумага плотная, поэтому не так уж она и легко режется. Если вся в то, в общем, сложена. Вот смотрите, она уже, вот видите, какая пушистенькая, красивенькая получилась. С этой стороны, с обратной стороны, хоть как. И теперь вот эти вот штучки, которые надрезали, да, можно, наверное, вот так положу на стол. Можно загибать, как нравится, чтобы было красиво тоже. Любым способом, ножницами можно поддеть. Одну загнуть в одну сторону, другую как. Ну, в общем, как получится. Как вы надрежете. Вот у меня, видите, как вот на этой вот снежиночке, вот так получилось. Видите, как загибало. Вот на этой по-другому. В общем, всяко-разно. Сейчас я их немножко отогну. Когда отгибаешь, рисунок становится видно и хорошо все смотрится. Ну, немножко это кропотливо, но все равно красиво. Так, вот эти вот края тоже можно как-нибудь подкрутить карандашом или каким-нибудь палочкой. Вот так вот, чтобы были пушистенькие, красивенькие. В общем, вот такие вот снежиночки получаются. Красивые, нежные. А сейчас я их повешу... Повесю. Не знаю как. Подвешаю. Подвешаю куда-нибудь. Видите, маленькие вот такие вот. В общем, пойду распределять куда-нибудь. Можно вот сюда. Одну сюда. Видите, они у меня прям так зацепляются на шторы, потому что качество штор такое, что... Так, раз. Все держится. Можно сюда. Если у вас не держится, закрепите иголочками, булавочками. Еще сюда пойду. Вот сюда повешу. Так. Так, какую-то вот сюда. Все. А эту можно так. Там четыре, здесь три. А эту на веревочку и на серединку я вот так подвижу. Потому что там уже достаточно. Вот еще одна снежинка. В общем, вот такая получается красота. Очень нежная и красивая. Вот на Новый год. Ну все. С наступающим всех Новым годом. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...